всем добро перед пожалуй народ сегодня у нас и пик бой в блиц турнире забыл как он называется короче ладно первый бой в основном этапе сыграла до этого парочку подготовительных боев было конечно были интересные бойны думаю не стоит того чтобы вы их смотрели плюс мне было их или не озвучивать потому что они такие эпичные как этот ладно в противниках у нас кэп треф и два мелких два мелких очень далеко два самых жирных по бокам сверху у нас треф снизу у нас кэп наша задача убить одного из них очень быстро потому что если меня зажбут два жирных игрока то скорее всего я проиграю так пытался забрать ящик но кэп успел среагировать хороший пинг наверное у него так строим сразу производим тронников и завод героев с осой понял я понял я народ в этом близ турниры что нужно обязательно драться за ящик который падает самого начала потому что если вы не возьмете этот ящик скорее всего вас заражит чем-то неприятным плюс нужно всегда развиваться быстрее всего и когда ты и дерешься за ящик то есть минимальный шанс что ты сможешь зараживать противника и тем самым получить выигрышную позицию у меня тактика народ очень простая это убить первого убить самого сильного который находится возле меня или сверху или снизу и играть через ядерку то есть как всегда как всегда ничего особенного эта тактика самая оптимальная самая рабочая потому что если ты не будешь играть через ядерку кто-то через нее будет играть кто-то другой и это означает что скорее всего ты получишь луч или ядерку очень печально так сказать смотрите на кэп вообще не стал драться за ящик я его спокойно отжимаю и тут решил взять еще ящик который возле трэпа он подгоняет свою осу но у меня есть броники и декабрас поэтому я сейчас легко и отгоняю все отогнал он подгоняет еще свои броники какие-то здесь но у меня и юнитов больше и и он наверное да он отступает вот у меня есть пехи броники не знаю качаны ли у него броники или нет но у меня не 26 рана и в принципе играть можно здесь я забыл поставить электростанцию немножко тупо развиваюсь поднял ящик два ящика я взял неплохое развитие у меня очень хорошо идет разведка трэпа смотрим что у него на базе он выходит крота в яга в сети видел трэпа в сети видел кэпа поэтому я знал что кто-то из них мне точно попался плюс я желтый а как показывает практика тот кто самый высокий ранг он красный и также сама с конфедерацией только с вами высокий ранг он синий ну и тут все подтвердилось народ смотрите идет аккуратненько и разведка свой с холма где он не видит что происходит я вижу он выходит в четвертый штаб уже несмотря на то что я без его почти не взял и у него есть завод до вертексов вот идет разведка трэпа моей базы он увидел что я уже в 4 штаб выхожу выхожу в левика сразу моментально быстрый левик план был такой загнать левик куда-то сюда убить завод героев и сверху напрягать его яга хамом конечно на словах все хорошо вот в бою посмотрим как оно получится решил я все-таки убить кэпа я понял что сверху трэф а снизу кэп но мне кажется что сопру как бы проще не знаю отбить чем канфу потому что если она канфа сможет развиться то это будет полная жопа особенно в случае с кэпом смотрю он не спокойно дает ящики вообще никак не сопротивляется копим ресурс и сейчас благодаря этому ящику мы на голод производстве сможем быстро выйти в хамелеон и в левика производим седьмая минута у нас только-только вылез хам и мы идем в атаку все нужно прыгать кэпа максимально быстро пока подъедет корова мы уже успеем что-то поломать идет атака неплохое пробитие начинаем стрелять видим уже производится соляра то есть хорошие тайминги у кэпа несмотря на отсутствие ресурсов прыжок цербера конечно мы его сейчас прикончим кидаем бомбочку осу прям в него и добиваем начинаем выбивать щиты щит вылез наперед я его просто продамаживаю легко отлично потеря контроля от кэпа он отступает я подгоняю корову вниз сейчас вместе со слой мы попытаемся выбить ему завод героев вот он туда отстреливается пытается сдалека стрелять ждет соляру я же кидаю ядерку он видишь я начинаю дамажить его завод героев и подгоняет тайфунчиков поближе но это вряд ли поможет так и идет бомбежка стреляем его армию это смотри вылетает соляра вылетать соляр сейчас будет опасный момент я начинаю резко отступать и смотреть пускает он ульту и мимо вообще ноль урона короче я увернулся от ульты на сто процентов он себя не реализовал у меня тем временем подгоняются танчики начинаем дамажить его очень сильно стреляем по зевсам стреляем по всему и вроде неплохо так пробивается 8 минута бьем кэпа тем временем выходим в кречетов они здесь очень нужны так сказать обязательны потому что без кречетов вы не узнаете обстановку на карте но выходить в них самого начала это тоже довольно спорный вопрос потому что мне кажется что сначала эффективнее было бы напасть именно через наземку потому что наземка будет атаковать а кречеты кунфу вообще не поцарапают никак так что кречеты это поддержка и разведка не более вылетел вертекс кэпа непонятно зачем ему вертекс конечно идет атака стреляем по чуть-чуть добиваем кепа буду опять подгонять корову вниз смотри вылетает соляра опять поближе начинает дамажить и сейчас вроде подгоню ягуаров очень близко с запасом и начинаю дамажить по солярусу он под щитом очень-очень жирный то есть еле пробивается здесь стреляет сколько 8 ягуаров по нему ему вообще пофигу выбивающий кецкого и в принципе он гоняет свою армию подальше начинаю выбивать 2 завод звездов который он тут строил и стреляем по солярусу наконец-то мы его выбили давай 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 все он не устал бежать потому что хп ему скорость порезали теперь он не такой шустрый вот начинаем стрелять опять вылетает вертекс пока меня нет дикообраза он очень сильно меня дамажит ну и в принципе на этом кэп все закончился уже 11 минута бой народ непонятно чем эти двое там занимается то есть трое кэп и вот эти два блядь кэп трек и вот эти два там мелких короче непонятно чем он занимается я добиваю кепа очень быстро понимаю что времени маловато я уже перешел на снабжение нужно срочно выходить 5 штаб и производить ядерку вот выбиваем штаб кепу вроде все неплохо впускаем бомбочку и тут смотрите я решил полететь посмотреть на кэп отстраивается видим супру супра играет через медленное развитие то есть такой сегодня 11 минуты еще нету героев короче слабенькое развитие смотрим на конфедерата 10 солярус здесь есть вертекс и щит то есть вроде неплохо значит я подумал в этом моменте народ что возможно этот конфедерат сможет задержать трефа чтобы тот свою очередь возился с тем зеленый идет наверх по ходу он собирается быть конфедерата и это не очень хорошо потому что мне нужно чтобы зеленый сидел на месте никого не трогал не знаю кэп еще играет или нет но мы тут пытаемся убивать его базу вот ниже не нужно оставлять здесь 2 ягуара то что народ кэп может даже при двух ягуарах отстроить штаб и убить этих потом двух ягуаров так есть лебик на базе куча пво назад на всякий случай не знаю вдруг зеленый попробует на меня полететь вот стреляем стреляем и убиваем штаб кэпа неплохо неплохо оставил одного ягуара чтобы добиться ски и на этом в принципе все что дальше добиваем штаб ему опять строить штаб кем до конца пытается спротивляться но мы его прикончили самым первым итоге минус кэп и плюс ящики строим ядерку все у нас принципе неплохо идет наконец-то разведка трэпа посмотрим что трэп делает в принципе пока что все ези все по плану смотрим трэп выходит только-только выходит пятый штаб то есть сидит он на базе очень большая армия у него кстати неплохая армия смотрим что здесь происходит у этого зеленый тем временем начинает дамажить канфу которая 2 и видно трэп тоже понял что ему уже там делать ничего не нужно сидел все время на базе напротив мелкого какого-то не знаю трэп последнее время играть слабенько очень потому что не может какого-то слабенького 26 ранга убить пока он там тусил что-то делал я уже кэпову добил и выхожу в ядерку а у него даже еще нету пятого штаба ну ладно хватит выживаться смотрим что у нас тут происходит собираем ящики все у нас чутенько и тут смотрите трэп не пони непонятно как вроде пехотинцем залетел туда и смог разведать мою ядерку на всех парах теперь он летит ко мне он хочет убить мне ядерку смотрите едет его армия у меня здесь армия стоит в принципе неплохо сейчас нужно восстанавливать то есть дополнять армию больше ягуаров делать здесь оса стоит я понял что это что-то подозрительное почему оса там короче нужно будет сейчас полететь на разведку и посмотреть что там делать смотрите объезжает меня снизу хотя мог напасть по центру это уже непонятное решение вот и пока что сидим производим ядерку мне нужно прикончить его базу любыми силами поднимаем кречет и смотрим что там у него наверху может какой-то второй отряд едет и тут смотрите корова вместе со своей вот это запад но у меня конечно сверху есть пв-шки но коней но это не уверен что пв-шки спасут от левика особенно мои стоковые так и тут смотри идет атака с двух сторон левик нужно поднимать количество чтобы видеть что происходит я отбиваю весь его отряд что снизу и плюс кидай ядерку левика она попадает мимо к сожалению да смотрите идет залет левика на мои на мою базу на моих ложки на мою ядерку его цель походу выбить мою ядерку и это очень грустно потому что приходится ее сейчас отменять от меняем успели в последний момент и тут вместе со своей мы убиваем всю его армию на изи него только один дикобраз который не может принципе продамажить меня я стреляю бью его ягуары от левик тут поломал мне ядерку и поломал аэродром в принципе его атака захлебнулась у него нету хамелеона но он еще пытается дамажить у меня юниты все почти слились потому что у него все было походу слито в армию а у меня вот было половина в то есть аж 40 его было занято чисто ядеркой которая могла полететь ему в кабину еще бы пять секунд продержалась бы ладно отбиваем остатки в армии тут немножко осталось стреляем стреляем и в принципе на этом все трех закончился зеленый тем временем отжимает ящики в принципе ничего там подозрительного не происходит я выхожу в новую ядерку сижу на снабжении потому что мне нужно собирать на снаряд ядерки плюс еще производить юнитов идет атака трефа сверху неудачно эту конечно завод хамов поста он его сейчас выйдет когда же не успеет мне идет вторжение то есть я пытаюсь на и пишите куда-то сейчас вроде пойдет я ядерка левика вот идет атака кидаем вроде в область не ставим туреки и сейчас будем мощнейший ваншот отлично выбили ему там кучу ягуаров и в принципе неплохо отбились сверху у нас производится ядерка включая общее производство потерял их завод хамелеонов и у меня остался всего лишь один единственный хамчик это очень хреново приходится реализовать свою армию в виде ягуаров и отбиваться чисто одним хамелеоном вот он тут летает что-то осталось вроде три или четыре дикобраза очень мощный домах по кречи там печально конечно все происходит собираем ящики в принципе сидим еще на базе опять он начинает торгаться меня я вынужден переключиться на буст атаки всех нитов дамажит он меня не дает мне расслабляться ни на минуту тем временем опять переключаемся бу переключаем буст тут пех немного не добежал в итоге потеряли ящик то есть развитие немножко посмотрите он залетает на меня снизу уже по ходу готовится второй отряд и но ядерка уже заряжена и я я навожу вроде бы на трефа сейчас я еще думал стоит наводить не стоит может оставить и убить армию но потом решил все таки что нужно доломать его базу а потом кое-как должен в принципе отбиться от его армии пускаем ядерку 5 4 3 2 1 и минус все заводы кроме заводах и миллионов видно что трех очень жирный фуловая ядерка 26 ранга вроде бы не убила его заводы то есть не убила всю прям базу то смотрите идет двойная атака с двух сторон сверху левик плюс какой-то мини-отряд снизу идет чистый яга хам я пытаюсь на пишете то есть пока все неплохо кидаем ядерку ставим турельки и бах начинаем дамажить по его левику оборачиваемся вы работаете ложки и тут не пытаясь на играть короче в два отряда то есть двух сторон отбивает рэпа все вроде бы неплохо сейчас должен поднять кречет и чтобы добить его левика давай 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 пытаюсь обиваться тут я вижу что мне нужно отступить немного дабы сейчас разобраться с его левиком и потом можно будет с новым полным контролем отбивать его нижний отряд вот он идет в атаку и высовываются ягуара это очень хорошо для нас добиваем его левик и в принципе сверху атака его захлебнулась снизу его отряд тоже походу уже тютю и мы вроде неплохо его отбили итоге треф потерял всю базу и у него нету этих как его ни цс от них рена он начинает отстраиваться куда-то там в бок короче такое отступает там верхнем отряда у него остался один дикобраз я сейчас пошлю левика чтобы он добил этого то есть добил его базу принципе стрепа можно на этом забыть и останется только зеленый так восстанавливаем базу восстановили завод хамелеонов я понял что вот этот ряд который уехал сюда мог поехать снизу поэтому выставляй пехотинца вниз на всякий случай чтобы вовремя среагировать и посылаю левика сверху тем временем я посылаю пехотинца то есть ягуара снизу и смотрим что он тут делает у него в принципе куча заводов ну как обычная пачка заводов ничего особенного и тут мы видим что треф нападает на нас снизу конечно же это было предсказуемо куда ему еще нападать как не снизу на мышу вот и смотрите в то же время на меня идет зеленый это очень печально вот я начинаю быстро отбивать его от атаку понимаю что зеленый сейчас поедет на меня или не поедет короче отбиваемся мы от трефа нужно быстро очень его отбить потому что зеленый уже на всех парах на меня прет ходу с двух сторон здесь я пытался выбить его штаб немножко не до контроль был я испугался за свою базу и попробовал вроде отвести левика назад так хамелеон красного выбили в него остались там голые яги это в принципе хорошо но вот тут смотрите народ маяк big чайшая самая главная ошибка ядку левика назад и это этим сам я не дал то есть не добил штаб трефа тут у него видите осталось пару танчиков и на меня нападает зеленый в него полный состав юнитов так сказать левик яга хлам плюс у меня смотрите осталось вроде один дикообраз то есть один дикообраз против левика новая идея смотрите он тупо на проломе летит на мою базу конечно же у него юниты дохлые потому что это 25 ранг но не тут то было он еще сверху загоняет танчиков и начинает меня жестко дамажить если буду вроде включать голд воздух дабы левик не сильно нас продамажил и идти отбивать армию который залетает снизу тем временем треф тут по чуть-чуть развивается опять же из-за моего косяка который я совершил при недобивании его штаба вот и тут зеленый на всех парах тупо его главная цель в ходу жизни это выбить мне штаб мой штаб мой как вы все знаете картонный даже не где-то 13 ранга может 15 не знаю мы его короче выбили очень легко пятый штаб на рот пятый штаб выбили какой-то пара танчиков короче полный провал полный провал и все полный провал я короче отступил думал сейчас зеленый поедет поедет добивать трепа и это будет мне в плюс но к сожалению нет он возвращается и выбивает мне штаб он выбил мне штаб который был на реконструкции то есть теперь меня нету ни штаба ни хрена это полная жопа остатком армии он пытается убить мне ядерку короче все так вот зеленый использовал всю свою армию чтобы чисто насрать мне на мою базу тем временем треф там развивается у него пятый штаб реконструкция в принципе он уже может производить нового левика за это время я в полной жопе против меня сейчас два игрока красный конечно же не будет бить зеленого потому что он озлобленный на меня я же его убил и кинул в него ядерку фух короче такие себе дела народ остался один против двоих билл кэпа и короче не повезло мне тем временем видите тут красный бароня в свой штаб у него уже много пву у него есть туман и все это хрен то есть штаб теперь ему выбить вас совершенно получится никак приходится отступать левиком но опять же потеря контроля не знаю чем я там занимался в итоге левика мы потеряли полный полный рак хам да можете говорить что хамрак выхожу на всех парах в новый штаб чисто за свои ресурсы опаемся до третьего уровня видим зеленый опять едет на меня конечно же он едет на меня он думает что красный уже слился наивный красного видите уже есть хамелеон там ягуары то есть уже производится енки на всех парах и тут на меня бежит зеленый у меня всего лишь сток его то есть это третий штаб немного опять идет атака смотрите выбивая ему его вертолеты которые хотят не залетит туманом по ходу выкупать что у меня не хватает дикобразов чтобы это все отбивать то есть меня дикобразов совсем нету ладно выходим в третий штаб начинаем дальше сопротивляться стреляем стреляем люди неплохо смогли отбиться зеленый понял что ему тут ничего не светит и куда-то там уехал так расставляем пехоту опять по флангам смотрим что вообще происходит стоят пехи вот прибегает зеленый снизу теперь у него снизу корова есть тут пошла какая-то розетка вертолеты у трефа есть так я послал мини-отряд чтобы отбить его мини-отряд который он послал сверху сверху и принципе вот этим отрядом будем отбивать отряд который он придержал здесь вот идет в атаку и конечно же мне на это все пофигу сидим на базе копим ресурсы нужно выходить в пятый штаб вот видим подгоняю танцевую корову я сейчас ее прикончу с помощью ядерки своей коровы очень неплохо домах проходит идет атака с другой стороны конечно же это все предсказуемо отпускаем ядерку убиваем его левика идет опять и и пошла опять атака короче он слил всю свою армию просто непонятно зачем ведь он такое чувство что они там с треком договорились как-то я не знаю он тупо сливать всю свою армию бесполезно без не он вижу у него нет никакого прогресса но все равно сливает тем временем треф там развивается все у него чики-пуки смотрим залетаем на базу и я конечно знаю что сейчас что-то будет прошло 10 минут после того как я убил трефа я наконец-то восстановился после того как мне снесли почти всю базу вот еще посмотрим что делает наш треф залетаем видим у него уже и завод хамелеонов завод левика и два завода ягуаров но это еще не все у него пятый штаб а это значит что возможно у него есть ракета вот я вышел пятый штаб почти насобирал ресурсы на ракету еще посмотрим что делает наш треф а треф конечно же заряжает ядерку у него есть мини-отряд какой-то там и он заряжает ядерку то есть я в полной жопе мне нужно срочно идти в атаку как-то его прикончить не знаю четыре кречета плюс зеленый под боком то есть конечно же ядерка полетит в меня но мне нужно его пробить срочно где запускается ядерка и все она летит на меня картонные здания и они конечно же это все не выдержит включаем голдоборонный минус вся база кроме завода героев которые более-менее прокачан и идем в атаку нужно прикончить трефа меня бесит что он кинул в меня ядерку что она выжила блин все из-за тупой ошибки из-за того что я не добил ему штаб вот пускает он конечно же в меня ядерку я отступаю своим отрядом и пускаю ядерку ему в ответ дабы поцарапать левика вот идет атака мощнейший домах по левику идет и в принципе сейчас будем идти в повторную атаку ставим турельки и начинаем просто максимально его дамажить видно светятся его юниты сейчас пасы вроде кинем бомбочку осой куда-то не туда кинул правда его левик затупил и начал бить моего крота вместо моего левика и сейчас мы будем за это его наказывать база у меня полудохлая беззащитная и мы в принципе неплохо сейчас пробиваем что-то происходит здесь идет конечно же разведка вертолетом зеленого зеленого зеленый вообще не пытается драться с трефом начинает дамажить идет в атаку ставит турельки свои то есть пытается максимально сопротивляться у него тут большой-перебольшой передешь вот мы начинаем дамажить его повторно широкий фронт у нас него хамелеоны разрядились осталось мнение то есть малый юнитов все бьют карата непонятно зачем и тут смотрите летит ядерка зеленого она вот здесь остынет и бах трефа бомбанули конечно же трефу плевать на ядерку какого-то 25 рана не я имею ввиду ну видите она даже не смогла убить центр снабжения там ходу кача вообще никакого нету идем в атаку добиваем трефа мы пытаемся добивать но не кто-то был на меня едет зеленый и теперь идет размен кто убьет быстрее зеленый с фулк его армия или я своим мини-отрядом стреляем стрелями тут треф видно у него же заводы остались он может сопротивляться еще очень хреновая ситуация мне тем временем ломает всю базу я пытаюсь отстроить с дэшки пытаясь пытаясь но ни хрена не выходит идем в атаку треф сидит на холме у него суперская позиция сейчас будем пускать ядерку вроде бы чтобы пробить его армию кидаем ядерку и что-то там убили но не смотрите какая фиговая ситуация у него щас на вылез левики вылезли вертолет то есть мой левик в меньшинстве плюс у меня недостаточно дикобразов чтобы это все отбить он на всех порах бежит за мной его главная цель это прикончить меня он понял что уже первое место не займет и тут смотрите добивает мои последние домики вот это хреново очень хреново гонят моего левика гонит мою армию но он восстанавливает здесь свой штаб это полная жопа отгоняя левика пытаясь его куда-то там скрыть и тут на последних секундах я отстроил свой штаб то есть в безопасное место здесь я пытался левиком убежать но не успел убежать в итоге его догнали и прикончили так ситуация полное говно мне нужно как-то отстроиться как-то смыться отсюда не знаю в итоге вынужден отжать этот ящик и сейчас попытаться добить трефа с другой стороны выхожу за счет собранных ресурсов во второй штаб и сейчас нужно быстро пытаться как можно дальше отстроиться и спрятать все свои домики строим с дэшку на холм и залетаем юнитами сверху начинаем ломать его заводы все вроде бы неплохо вот и смотрите я тут настроил неплохую базу но ресурсов нам больше не хватит и тут смотрите подлетает треф то есть левик трефа начинает дамажить мою базу тут конечно есть парочка юнитов зеленого но они его фуловый левик не убьют никак залетаем на базу и смотрим у него тут еще конечно же есть штаб первого уровня и куча зданий к сожалению в этом размене я не смогу победить из-за того что у трефа оказалось больше зданий чем у меня все вот такой отбой народ не получилось у меня затащить против двоих то есть если бы я конечно добил штаб трефу то возможно бы я еще победил но из-за такой вот маленькой ошибки к сожалению я проиграл но зато кэпа убил все всем спасибо народ всем пока ждите новых эпичных видосов возможно будут а Субтитры сделал DimaTorzok